Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новой возможности жителей Чувашии добираться до регионов соседей путем авиаперелета. Гость нашей программы генеральный директор Чебоксарского аэропорта Александр Николаевич Жирнов. Александр Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Воздушные региональные авиаперелеты в Поволжье – проект экспериментальный. Запланированная дата запуска – 1 апреля, но сроки пришлось отодвинуть. Первый авиарейс Уфа Чебоксар-Уфа стартует 18 августа. Александр Николаевич, до начала нашей беседы предлагаю посмотреть сюжет о том, каким был представлен проект в начале года. Суть внутренних воздушных региональных перевозок пассажиров ПФО наладить региональную маршрутную сеть и повысить деловую активность граждан. Авиакомпаниям, которые будут осуществлять перевозки в Поволжье, государство возместит половину стоимости билетов. Это значит, что пассажиры будут оплачивать лишь оставшуюся сумму. Расходы, которые берет на себя государство, будут возмещаться из федерального и республиканского бюджетов в равных долях – 50 на 50. Воспользоваться льготой, то есть оплачивать только половину стоимости билета смогут все пассажиры. Республика уже определилась с перечнем маршрутов и количеством авиарейсов. Из Чебоксарского аэропорта самолеты будут летать в Самару. Это 10 авиарейсов в неделю, Саратов – 7 и Уфу – 4 авиарейса. При этом билет до Самары будет стоить 5860 рублей. Пассажиру нужно будет заплатить лишь половину, а это 2930 рублей. Все остальное компенсирует федеральные и региональные бюджеты. Перелет из Чебоксар в Саратов обойдется всего в 11 828 рублей. Из этой суммы 5914 должен внести пассажир. Чтобы долететь из столицы Чуваши до Уфы, понадобится 8789 рублей. 4395 из них платит желающий воспользоваться перелетом. Ожидается, что пилотный проект оживит воздушные перевозки в регионе, увеличит пассажиропоток и поддержит убыточный Чебоксарский аэропорт. Так, Александр Николаевич, вернемся к беседе. Скажите, что-то изменилось? Как было показано в сюжете, начало региональных перевозок из аэропорта Чебоксара планировалось с 1 апреля этого года. Но по независимым от нас причинам, то есть та компания, в частности, «Татарстан», которая выиграла конкурс по выполнению данной программы, не обладала таким количеством самолетом, чтобы охватить всю маршрутную сеть, которая была предоставлена и описана в постановлении правительства номер 1 от января. То есть там было указано эти направления и количество маршрутов. 114 направления. Да, и что касалось нас, тоже вы показали в сюжете. Почему сейчас выбрано направление Уфа-Чебоксара Уфа? Почему именно это направление? Ну, опять же, это привилегия авиакомпании «Татарстан». Я так понимаю, чтобы совместить остальную маршрутную сеть, им было начать выгоднее именно с этого направления. И плюс на 1 апреля, почему еще раз вернусь, не начали они эти перелеты. У них не хватало самолетов маленьких класса, от 9 до 50 мест. На данный момент они закупили в лизинг часть самолетов и к концу года планируют 15 воздушных судов приобрести. Вторая задача была, это найти пилотов на эти перевозки. Вот к этому моменту, к августу месяцу, они часть задач решили и начали начать этот проект вот с этого направления. То есть в Ульяновске стартовало 2 апреля, 1 авиарейса, а у нас только в 18-2. Ну, где-то в других из Казани тоже 1 апреля, в Нижнем Новгороде 1 апреля тоже. Но там были привлечены, так скажем, субподрядчики. Это авиакомпания Декстер, авиакомпания ЮТР и авиакомпания Акбарс, в частности. Ну, вот до нас как-то руки не дошли у них. Что касается цен на поездку, конкретного по направлению Фачбаксар-Уфа, цена изменилась, которая указана была в начале года? Цена не изменилась, но там немножко было освещено, цена, она не, так скажем, не зафиксирована. Это были показаны предельные цены. На данный момент продаются билеты от 2500 рублей до вот этой предельной цены на Уфу 4395 рублей в кассах нашего аэропорта, ну и во всех кассах города. Александр Николаевич, скажите, а направление Уфа-Чебаксар-Уфа? Это направление стартует уже 18 августа. По каким дням будет стартовать и когда жители могут купить уже билеты? Уже продаются в кассах. Цена билета, как я уже говорил, от 2500 до 4395 рублей, как указано. От чего это может варьироваться? Это расположение мест в самолете, ну и плюс, как скажем, для привлечения пассажиров, для раскрутки данного проекта. Я думаю, авиакомпания вот и взяла не предельную стоимость билета, а сделала вот такой вилочный вариант, начиная от эконом-класса до бизнеса. Они смотрят на те имеющиеся маршруты, количество самолетов, количество пилотов и завязываются в общую сетку, так скажем. И исходя на данный момент, у них получается, видимо, Казань-Уфа и с Уфы потом в Чебаксар и обратно из Чебаксара в Уфу и далее в другом направлении. Вот они завязали. Политику мы авиакомпании не знаем, но и предполагаем, что, естественно, все это в общей схеме завязано. То есть не может быть отдельный самолет, выделенный для аэропорта Чебаксар. Он работает в общей схеме. То есть какого-то определенного изучения того, насколько чебаксарцы или жители Чуваши выезжают в Самару, Саратов или в Уфу не было? Ну, может быть, он был проведен, скажем, опять же, не на нашем уровне, на уровне Приволжского федерального округа, но исходя из опыта все-таки Советского Союза. Больше брали, поскольку этих перевозок не было давно, скажем, с 90-х годов. Поэтому посмотрели, ну и приоритеты все-таки. Конечно, цель связать, ведь цель этого проекта еще к тому же связать небольшие города, типа Чебаксара, с городами-миллионниками. Почему и появились Самара, Уфа. То есть оттуда люди уже могут поехать в другие страны, за границу или в другие большие города, там, в Сибирь, на Дальний Восток. Не через Москву, а имеется в виду потоки пассажирские. Переориентировать уже и выгоднее, и ближе, ведь, понимаете, 600 километров до Москвы и потом 1200 до Уфы. Конечно. Или когда можно 600 до Уфы из Чебаксара. Также до Самары, южное направление. Вот и плюс оживить, конечно, вот это перевозки, это повлияет, опять же, на нашу промышленность. Начнется востребованность вот этих данных типов воздушных судов, которых нет у нас, к сожалению, сейчас все иностранные. То есть это целый пакет. Поднять деловую активность граждан, экономику регионов развивать. Да, это целый пакет, так скажем, да, это большая задача. И очень радостно, конечно, что все-таки обратили на это внимание и начали это развивать. Что ж, Александр Николаевич, спасибо вам за беседу, спасибо, что пришли к нам в гости. А я напоминаю, что в гостях нашей программы был генеральный директор Чебаксарского аэропорта Александр Николаевич Жирнов. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова